Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите новости «Анапа-Регион» в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главном. Вместе сделаем «Анапу» красивее и уютнее. Почему в эту субботу просто необходимо принять участие во всекубанском субботнике? Инструкция по антитеррору. Как обезопасить себя и своих близких. Советы специалистов. Территория добра. В городском театре открыли первый муниципальный добровольческий форум. Вопросом безопасности первоочередное внимание. С доклада о принимаемых мерах для защиты территории города-курорта, его жителей и гостей начинается каждое рабочее утро главы Анапы. Сергей Сергеев акцентирует внимание на эффективном взаимодействии с полицией и казачеством, на разъяснительной работе с людьми и призывает общественников подключиться к выполнению этой важнейшей задачи. Сегодня вечером глава Анапы встретился с активистами, с представителями общественных организаций и национальных объединений. На заседании межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений при главе города-курорта Сергей Сергеев обращается к лидерам национальных общин и социально-политических объединений. Поставить серьезный заслон распространению терроризма и сохранить стабильность можно только сообща. Мы детальный анализ проводим всех действующих и создаваемых, особенно создаваемых на территории муниципального образования по национальному признаку, в том числе и общественных объединений. Приветствуем, так и поддерживаешь, создание этих организаций, но все должно быть в рамках закона. Чтобы люди сохранили, я насколько понимаю, это должно быть, сохранить свою культуру, свой язык, привить своим детям традиции, как правило, это довольно достойные традиции своих предков. Но ни в коем случае не противопоставлять себя другим национальностям и другим людям, живущим на территории. Надежные помощники в деле обеспечения безопасности на территории – общественники. Активисты достойно отвечают на вызовы современного общества. Уставную деятельность ТОС входит в взаимодействии с правоохранительными органами, о профилактической работе с населением, подведомственных территорий на правильное пресечение правонарушения. От руководителей органов ТОС постоянно поступает информация о местах употребления и распространения наркотических веществ, незаконном обороте алкогольной продукции, нелегальных мигрантов, различного рода притонов, бесходной техники, подозрительных предметов, открытых чердаках, подвалах. Информация поступает сразу в отдел по взаимодействию с органами ТОС, в управление ФСБ, если это необходимо, в отдел МВД России по городу Анапы, в управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации. В Анапе проживают представители 80 национальностей. Важно укреплять взаимопонимание и межнациональное согласие среди разных народностей, особенно в молодежной среде. Здесь важна роль школьных педагогов и семьи. И, конечно, меры безопасности в школах и детских садах. Они должны быть беспрецедентными. А вот и то, о чем я говорю. Он не должен сидеть, в монитор смотреть. Их увеличивает, и количество людей. Допустим, если охранник лицензированный сидит и ведет наблюдение, обеспечивает пропускной режим, то дежурный завуч, либо старший преподаватель, в полчаса, в час, раз обходит территорию. Участники заседания обсудили вопросы сотрудничества на благо мира и процветания города-курорта. В связи с трагическими событиями в Санкт-Петербурге, Астрахани и Ростове-на-Дону казаки перешли в усиленный режим несения службы. Она постала в числе первых, кто оперативно принял дополнительные меры безопасности. 3 апреля, уже через 30 минут после сообщения о теракте в Санкт-Петербурге, личный состав был поднят по тревоге и приступил к усиленной охране социальных объектов города. По приказу Атамана был издан приказ номер 6. Этот приказ был передан дежурному по Анапскому районному казачьему обществу, который в телефонном режиме оповестил всех заинтересованных лиц, которых касается этот приказ. Я как командир дружины оповестил всех командиров взводов, командиров отделений дежурящих на транспорте в аэропорту и на ЖД вокзале о принятии экстренных незамедлительных мер для усиления контроля. То есть тут же были взяты под охрану, выставлены посты на входе в автовокзал, на перрон тут же были выставлены посты. Ну вы как обратили внимание, если были в том районе, что весь периметр оцеплен, охвачен и посторонние на территорию не допускаются, только через рамку, только через досмотр. Работа казаков идет в тесном сотрудничестве с силовыми структурами и администрацией курорта. На контроль взяты не только аэропорт, железнодорожные и автовокзалы, но и другие социальные объекты – школы, больницы, детские сады. Дежурство ведется как в городе, так и в сельских округах муниципалитета. Осуществлять контроль путем обхода, путем выявления лиц, посторонних, находящихся в населенном пункте. В случае выявления таких недостатков тут же связывается или с дежурной частью, МВД или с дежурной частью ФСБ России, а также докладывается дежурному по Анапскому районному казачьему обществу. Ставится в известность атаман. И, естественно, если это сильно подозрительно, проводятся проверки. Контроль осуществляется над всеми объектами. Нас совершенно справедливо призывают быть бдительными и осмотрительными. Это необходимо с учетом последних событий как в мире, так и в стране. Специалисты по безопасности рекомендуют обращать внимание на подозрительные предметы – коробки, сумки. Если вы часто ходите в один и тот же магазин или другое общественное место, то интуиция может подсказать, какой предмет в интерьере явно лишний. В этих случаях нужно, не создавая паники, обратиться к руководству, организаторам мероприятия, либо самим позвонить в полицию или службу спасения. Детям следует запретить поднимать предметы, которые сами просятся в руки – игрушки, книги, коробки из-под конфет. Также следует обращать внимание на людей, ведущих себя неадекватно. Они могут быть заторможены, сосредоточены или, напротив, чрезмерно возбуждены. При этом стараться приблизиться к скоплению людей или войти в автобус. На каждом углу, на каждой улице, на каждом полицейского или, как у нас сейчас казачество принимает участие, казака не поставишь. И борьба с этим злом, который под названием терроризм, она ложится на каждого из нас, на каждого гражданина. И бдительность каждого гражданина может сыграть решающую роль в предотвращении террористического акта, подобному, который был совершен в последнее, в метро Санкт-Петербурга. Как говорят специалисты, в любой экстремальной ситуации необходимо стараться сохранять спокойствие. А в случае возникновения подозрений, звонить в полицию по телефону 02. С мобильных телефонов удобно звонить на номер 112, это служба спасения, телефон дежурного ФСБ в Анапе 42851. И к другим темам. В эту субботу, 8 апреля, по всему краю пройдет всекубанский субботник. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы наша Анапа стала еще уютнее и красивее. Привести в порядок территорию, прилегающую к вашему дому, магазину, предприятию, посадить цветы, побелить деревья, очистить столбы от несанкционированной рекламы. Также будет организована массовая уборка пляжной территории до Бугасской косы. Вместе мы можем сделать наш город самым красивым на Кубани. У нас всегда была традиция на Кубани приводить свое жилище в порядок. Ведь у нас светлый праздник Пасха, и всегда жители на Кубани приводили в порядок, как яичко Христово, делали свои хатки, белили, украшали, белили деревья, убирали, наводили порядок около своих подворий, наводили порядок в скверах, на кладбищах. Я всех призываю выйти 8 апреля и навести порядок в нашем любимом городе, в наших поселках, в станицах, в наших улицах. Ведь мы все хотим, чтобы вот так выглядели наши все дворовые территории, улицы, чтобы был у нас порядок, и мы радовались своему городу, своему району, потому что мы его очень с вами любим. За помощью в вывозе мусора и по другим вопросам можно обращаться в управление ЖКХ по телефону в Анапе 5 56 10. Городские службы каждый день прикладывают все усилия, чтобы летний сезон наш курорт встретил благоустроенным. В ближайшее время завершится ямочный ремонт на Пионерском проспекте, и дорожники приступят к работам в городе. Это одна из последних точек на главной курортной магистрали. Работы ведутся на самом проспекте и в гостевом проезде. В Анапе фрезерование ям провели на улице Промышленной. Уложить асфальт должны в ближайшее время. В планах провести аналогичные работы на улицах Ленина, Самбурова, Шевченко и Ивана Голубца. Как мы ранее сообщали, обновлять асфальтовое покрытие начали в первых числах марта с улицы Владимирской. Если погода будет благоприятствовать, то завершить ямочный ремонт специалисты обещают к середине мая. Сегодня Анапа встречала серебряного призера Европы по тяжелой атлетике. Победа Олегу Чену досталась непросто. На помост он выходил с травмой. Как мы уже рассказывали, соревнования проходят в Хорватии. За звание лучшего борются сильнейшие спортсмены Европы. Самолет прибыл из Москвы точно по расписанию. Когда Олег Чен спускался по трапу, многие отметили, анапский спортсмен очень устал. Сил хватило только на то, чтобы показать другу заветные награды и обсудить детали поединка. Ситуация кардинально меняется, когда служебный автомобиль выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы. На привокзальной площади его ждут представители администрации, коллеги, друзья и, самое главное, любимая семья. Как рассказывает сам Олег, борьба за победу была очень сложной, но результат стал вполне ожидаемым. Он еще не восстановился полностью после травмы, поэтому основные тренировки еще впереди. Нормальное выступление. Хотелось бы, конечно, лучше, но на сегодняшний день нормально. Первый старт международный. После отстранения, после того года Олимпийских игр. Поэтому нормально все. Будем работать, дальше набирать форму. Подготовки еще не хватило. Подготовка была не очень. Травмы кое-какие не давали готовиться. Но терпение все равно чуть-чуть потерпел. Для начала года нормально. Это первый такой старт. Просто надо работать сейчас, сделать какие-то выводы, подлечиться. Впереди у Олега Чена подготовка к серьезным соревнованиям. В августе он примет участие в отборочном чемпионате России по тяжелой атлетике. А по его результатам участие в ноябрьском чемпионате мира, который пройдет в Америке. А пока в планах отдых с любимой семьей, которую он не видел два месяца. Научиться самим, чтобы научить других. В городском театре открыли первый муниципальный добровольческий форум «Территория добра». За три дня 120 волонтеров узнают о том, как готовить акции, где можно получить гранты, как вести пропаганду здорового образа жизни. Мероприятие организовали городское управление по делам молодежи и Центр 21 век. Ощущение было очень приятное, теплое, что ты приносишь людям улыбку, счастье. Алина Удачина вспоминает, как первый раз приняла участие в добровольческой акции. Это было три года назад, сейчас девушке 18, она учится в колледже на педагога начальных классов. Я думаю, будем развиваться еще, не собираюсь бросать эту деятельность. Ну, года два-три точно. Больше принимать участие в активных мероприятиях, может быть, в своем филиале что-то создать, какой-то тоже наподобие проекта, может быть, сделать. От имени Сергея Павловича Сергеева, главы нашего города, я приветствую этот форум. Хочу сказать, что Сергей Павлович не только знает, но постоянно интересуется тем, как живут молодежь, жители нашего города. Как развивается волонтерское движение, почему? Потому что именно на вас он ставит ставку в формировании молодых людей с их активной гражданской позицией, позицией анапчанинной. Работают три секции. Эксперты рассказывают о том, как помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, как беречь природу, агитировать за здоровый образ жизни. Основная цель, чтобы самые активные волонтеры становились организаторами акций и вовлекали в движение своих друзей и знакомых. Не надо думать, искать, ждать, что вас куда-то позовут. Это должен быть позыв в сердце, позыв души сделать просто благое дело, доброе дело. Поверьте, никто вас не осудит, если вы подберете бездомного котенка, поможете бабушке перейти дорогу или другое, любое доброе дело. Вам только воздастся. Начальник Краевого управления молодежной политики Игорь Калинин назвал Анапский форум вехой, которая послужит развитию движения волонтеров в целом на Кубани. Впереди Всемирный фестиваль молодежи и студентов, мероприятия которого пройдут в Сочи этой осенью. Там будут работать более 350 волонтеров из Краснодарского края. Своеобразный рекорд. В свою очередь анапчане, как молодежь, так и участники движения волонтеров серебряного возраста, заметны на краевом уровне. Нина Галкина представит Кубань на всероссийском конкурсе. В 2012 году она решила поехать на Сочинскую олимпиаду, где стала самым пожилым волонтером. Сейчас ей 77 лет. Пока вот есть силы, оно же интересно, оно как-то не просто сидишь где-то на лавочке. Вот интересно же общаешься с молодежью. Вы знаете, вот я даже когда, ну раньше была, смотрела на молодежь. Как-то, знаете, вот думаю, ой, какое же прям плохо, ну не очень хорошо. А когда побывала на олимпиаде, пообщалась с ними, вы знаете, как-то зауважала. Вот. И тут вот было, вот были на форуме, вот в смене тоже, смотрели, прям такие ребята активные, умные какие-то такие все, здорово. Опыт работы на спортивных мероприятиях пригодится на чемпионате мира по футболу. В Сочи будут проходить матчи, в Анапе тренироваться команды. В ближайшие выходные – всекубанский субботник. Городские власти уверены, что волонтеры примут в нем самое активное участие. В литературной кофейне «От А до Я» состоялась презентация новой книги «Мир, село и его обитатели» известного российского прозаика, поэта и музыканта, лауреата и финалиста престижных творческих премий Алексея Шапилева. Книга увидела свет совсем недавно, весной этого года, в крупнейшем издательстве «Эксмо». Примечательно, что ее первые презентации прошли не в столице нашей страны, а в курортной Анапе, где сейчас проживает автор. О самобытном творчестве писателей и его романах, выходивших на протяжении последних лет, в прологе встречи рассказал анапский поэт и прозаик Сергей Левин, после чего Алексей Шапилев представил гостям презентации главы «Из повести в этюдах и размышлениях». Хотел быть тоже режиссером, но о кинокамере в деревенском детстве нечего было и мечтать. Все, чем удалось раздобыться – тетрадь и карандаш. «Мир, село и его обитатели» – книга современной российской деревни, которую хочется порекомендовать для чтения людям любого возраста. Одни почувствуют ожидаемую ностальгию, другие согласятся с четко очерченной позицией писателей-гражданина. «Мне кажется, это некая метафора, то есть вот село, его микрокосм, это пространство, где все друг друга знают. На самом деле, я вот только недавно об этом подумал, ну, конечно, думал отчасти, когда я писал, но сейчас вот ясное мне осознание пришло, что это такое метафора вот всей жизни нашей страны». Гости презентации с удовольствием послушали авторское чтение, после чего Алексея Шапилева засыпали вопросами о творческих планах, любимых произведениях, впечатлениях об Анапе и многом другом. Многие с удовольствием приобрели книги с автографом в свою библиотеку. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Наш праздничный партнер «Анапский хлебокомбинат» предлагает вкуснейшую выпечку на каждый день и куличи к православной Пасхе. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До встречи! Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Самые вкусные и свежие для самого светлого праздника в году. Пасхальные куличи и кондитерские изделия от анапского хлебокомбината станут украшением вашего стола. Неизменное качество и неповторимый традиционный вкус для вас и ваших близких. Анапский хлебокомбинат. Настоящий вкус праздника. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова